Трудовые мигранты давно стали частью нашей повседневной жизни. В Верхней Волже большинство иностранных работников приезжают из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и с Украины. Только за 10 месяцев текущего года в региональный бюджет от иностранных граждан, получивших патенты на работу Верхней Волже, в наш бюджет поступило 454 миллиона рублей. Об этом на пресс-конференции в УМВД сообщили сотрудники управления по вопросам миграции. Еще одна цифра статистики, озвученная на пресс-конференции, вселяет надежду. С начала года число совершенных иностранцами преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, сократилось в нашем регионе на 20%. И это, безусловно, результат планомерной работы с иностранцами всех правоохранительных структур региона. Только в ходе недавней оперативно-профилактической операции «Нелегал-2021», которая проходила в регионе с 11 по 18 октября, выявлено 294 административных правонарушения. Утверждены решения о запрете въезда на территорию России 33 иностранцам. За пределы Российской Федерации депортировано 4 гражданина Таджикистана и Узбекистана. С начала года депортации подверглись 147 человек. Судьями по итогам операции «Нелегал» вынесены 12 решений об административном водворении за пределы нашей страны. Отвечают по закону и наши соотечественники, принимающие иностранцев на работу в нарушении закона или по фиктивным документам. Только по фактам фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет в ходе операции возбуждено 14 уголовных дел. С начала года число таких дел порядка 200. Обратите внимание на то, что у каждого человека, который предоставляет жилое помещение иностранному гражданину, существует обязанность уведомить органы миграционного учета. Установленные сроки. Еще хочу подчеркнуть, что это уголовная ответственность, и мы очень внимательно к этому относимся. На этой неделе мы рассказывали о крупной спецоперации сотрудников спецслужб по пресечению противоправной деятельности межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов России. Преступная группа незаконно орудовала и в Тверской области. В Верхневолжье операцию проводили тверские сотрудники ФСБ и МВД. Сейчас, по данным Управления по вопросам миграции, на учете ведомства состоит более 21 тысячи иностранных граждан. В основном это трудовые мигранты. Наш регион отличает целенаправленная миграционная политика. У нас, пожалуй, самая высокая в ЦФО стоимость налоговых отчислений для иностранных граждан. И еще один немаловажный факт. Постановлением губернатора утверждены серьезные ограничения трудовой деятельности мигрантов. Например, запрет работы на общественном транспорте. На пресс-конференции сообщили о решении еще одной проблемы. Долгие годы как на Верхневолжской земле, так и на всей России практически нелегально проживали люди, не имеющие никакого гражданства. После распада Союза единственным их документом был потерявший теперь статус, паспорт гражданина СССР. Десятки людей лишились права и надежды на человеческую жизнь. У большинства в перспективе была лишь колючая проволока неволя. А выйдя на свободу, они, не имея возможности найти работу, опять попадали в колонию. Решения о выдворении и депортации не имели никакой силы. Выдворять было просто некуда. Эту проблему пытались решить, но не кардинально. С 24 августа 2021 года для таких людей появился шанс на новую жизнь. Введено понятие временного удостоверения личности лица безгражданства в Российской Федерации и установлен порядок его выдачи. Данный документ, он, в общем-то, является в соответствии со 115 законом документом и приравнен к любому паспорту, ну, паспорту я имею в виду иностранного гражданина, к документу, удостоверяющему личность, в данном случае теперь лица безгражданства. Выдается он лицу безгражданства на 10 лет. Срок его выдачи у нас очень минимизирован, это 10 рабочих дней. По истечении этого срока предусмотрена замена данного документа. При этом документ мы можем заменить и в случае изменения персональных данных, в случае установления каких-то ошибок, неточностей в ранее выданном документе. После получения такого документа статус пребывания человека в нашей стране становится законным. Данный документ позволяет уже гражданину осуществлять трудовую деятельность без получения каких-то разрешительных документов, то есть в данном случае без получения разрешения на работу либо патента. Вот. На основании трудового кодекса, то есть путем заключения трудового договора или гражданского правового договора. Соответственно, данный документ также дает возможность, поскольку это документ удостоверяющий личность, обратиться лицу безгражданства при наличии тех или иных оснований, либо с заявлением о получении разрешения на временное проживание, что важно на сегодняшний день, этого не было. Данное разрешение ему будет выдано без учета установленной правительством Российской Федерации квоты. И еще. Все вынесенные ранее решения о депортации, выдворении и запрете на въезд человеку после получения нового документа аннулируются.